Я вас хочу всех пригласить в свой телеграм-канал, который называется Android Hack Apps, где очень много классных премиум приложений. Вы просто зайдите, посмотрите, ссылка будет в описании под этим видео. На все эти программы, они премиум и очень полезны. Всем привет, дорогие друзья! И сегодня в этом видео я для вас подготовил очень интересное видео. Надеюсь, что оно будет для вас максимально полезным. Вы его поддержите лайком и оставите свои добрые комментарии. Уже не в первый раз я замечаю хитрость разработчиков при обновлении телефона. Они могут прислать обновление вашей прошивки, либо же они могут прислать обновление вашего Android. У меня установлена здесь 12 версия Android. Давайте я вам покажу. Если у вас версия пониже 12, то, скорее всего, у вас этой настройки нет. Но мало ли что, просто проверьте. Также вы будете уже об этом знать и подскажете, допустим, своим знакомым, друзьям, родственникам, чтобы они зашли и отключили эту абсолютно бесполезную настройку, которая прилетела с версии Android 12. Хотя раньше этой настройки не было. Вот на моем, допустим, смартфоне Poco X3 NFC тут 11 Android. Этой настройки я не нашел, а вот на 12 все-таки нашел. И давайте буду показывать, что я имею в виду и почему. Я считаю, что эта паразит настройка просто мешает вашему телефону. И лишняя фоновая работа вам точно ни к чему. Заходим в свои главные настройки. Спускаемся в самый низ до пункта конфиденциальность. Потом такой пункт есть под названием разрешение. Смотрите, эти настройки есть абсолютно на всех Android смартфонах. Samsung, Xiaomi, Realme, Honor, Huawei и прочие-прочие Android телефоны. Но в зависимости от интерфейса, интерфейс на всех смартфонах разный, прошивки могут быть разные. А эти настройки, разрешения могут находиться в разных разделах. Но если вы поищите в своем телефоне, я уверен на 100% что у вас получится это найти. Тут есть разрешение, календарь, камера, контакты, местоположение, микрофон и так далее. Но никогда раньше не было такой настройки под названием устройство поблизости. Мы сюда заходим и давайте же прочитаем, что тут написано. Устройство поблизости. Приложения с этим разрешением могут находить устройство поблизости, подключаться к ним и определять их относительное местоположение. Согласитесь, зачем вам на вашем телефоне лишняя фоновая нагрузка? Что мы делаем? Нажимаем три точки, показать системные процессы. И сейчас я покажу, что нужно и чему отключить. В первую очередь, вот видите пункт разрешено. То есть, все вот эти приложения под пунктом разрешено имеют доступ к устройству поблизости. То есть, они имеют это разрешение. Тут, собственно, доступ запрещен. Так, что мы делаем? Мы отключаем абсолютно всем приложениям доступ к устройству поблизости. Именно тем приложениям, которые мы можем отключить. Потому что есть доверенные приложения. Допустим, 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 Bluetooth. Тут уже отключить не получится. Ну и ничего страшного. Абсолютное большинство вы можете отключить. Допустим, интерфейс системы тоже не получится. А вот камера, пожалуйста, запрещайте. Что тут написано? Это приложение было разработано для более ранней версии Android. Отзыв разрешения может вызвать неполадки в работе. Абсолютно бесполезное, глупое утверждение. Берем его и отключаем. Возвращаемся обратно потом. Настройки тоже нельзя отключить. Оболочка нельзя отключить. Стол берем и отключаем. Ничего плохого не заметите вы. Спецвозможности тоже нужно брать и отключать. Так, вот телефоны тоже не нужно отключать. Видите? Всему тому, что может навредить вашему телефону, отключать не получится. Потому что сама система Android уже это закрыла. Analytics. Паразитарная настройка, которая анализирует ваш телефон и внедряет рекламу. Конечно же, в первую очередь запрещаем. Так, Android Ассистент. Ну, это приложение, которое я устанавливал. Bluetooth нельзя. Bluetooth нельзя. FM-радио, кстати говоря, тоже можно отключить. И вот таким образом сейчас я пройдусь. Google тоже можно отключить. Вы понимаете, да? То есть, это будет просто анализ, где что находится конкретно вот этим приложением. Конечно же, берем и это все дело отключаем. Я бы не снимал видео, если честно. Но это новая настройка, поэтому пришлось снять уже. Как раз вы будете об этом знать. Вот, вот. Всему. Все, что имеет разрешение. Возможно, мы берем, отключаем телеграмм. Там, что еще у нас есть. Другие приложения. Zoom, Viber, Opera, Chrome, Firefox, ну и прочие приложения. Все, я взял, все это дело подключал. И таким образом я расслабил работу своего телефона. Конечно же, это все очень хорошо, здорово и правильно. Я вам тоже советую это сделать. Устанавливайте на свой смартфон. И вы сможете восстанавливать любое фото, видео, случайное или специально удаленное, ранее, без проблем. Вообще, тут очень много приложений. Зайдите, посмотрите. Выберите для себя именно то, что необходимо. Очистка памяти, увеличение громкости. Какие-то обучалки, допустим, английского языка. Услежка за здоровьем, за питанием. Улучшение там фото. AdGuard. Классное приложение, блокирующее рекламу. Короче, ну очень много пушечных программ. Переходите. Ссылка будет в описании. Скачивайте любое приложение, которое вам только лишь понравится. Всем хорошего настроения. Удачи, успехов. И всем, друзья, пока.